В возрасте 7 лет гуляла я недалеко от дома, стандартной хрущевской пятиэтажки. Смотрю, возле одного из подъездов народ собирается. Всё больше и больше. А я любопытной в ту пору была, шмык в толпу и разговоры слушаю, вернее, обрывки фраз. Ах, жалко Людочку, совсем ещё ребёнок. Точно-точно, и пожить-то не успела, а всё врачи. Да, они-то Людочку и загубили. Больше месяца ребёнок от аппендицита загибался, а врачи. Женская болезнь, женская болезнь. Ого, и вместо того, чтобы операцию сделать, припарки ей разные назначали, грели, её грели, пока аппендицит не лопнул и гной по всему телу не растёкся. Посмотри, посмотри, какое лицо у неё измождённое и губки покусаны, страдалица. А я вертела головой и во все стороны смотрела, кто страдалица, кто такой аппендицит, и сама потихоньку-потихоньку сквозь толпу пробиралась в гущу событий. Вскоре меня заметили и раступились. Иди, иди, попрощайся с Людочкой. Наверное, одноклассница покойной. И тут меня как током шарахнула. Гляжу, в гробу девочка лежит в моих лет. Лицо тёмное, губы покусаны. Она наряжена в белое платье с рюшами, как у невесты. Дурно мне стало от увиденного. Аж в глазах потемнело и ком к горлу подкатил. Взгляд отрывают покойницы и вижу, что рядом с убитой горем матерью женщина стоит, видимо, родственница. Вся в чёрном одеянии, а в руках держит куклу. Наряженная, как Людочка, во всё свадебное. И нехорошо эта женщина на меня глядит, то ли с завистью, то ли с обидой. Мне бы протиснуться обратно, да не получается. Люди плотной толпой обступили гроб, и я как в западне оказалась. Стою вместе со всеми, ноги ватные, и вдруг та странная родственница умершей девочки протягивает мне куклу. Бери, дорогая, Людочке всё равно уже не пригодится, а тебе в самый раз будешь играть и Люду вспоминать. Я замотала головой, нет-нет, не надо. А люди, бери-бери, глупенькая, нельзя отказываться. Пересилила я себя, взяла куклу и побежала. Сама по сторонам оглядывалась, куда бы её выбросить. Такое чувство, что не куклу на руках несу, а мёртвую, холодную Люду. Но кругом всё, люди, люди. Забежала я в чужой подъезд, куклу на окно поставила, вздохнула с облегчением и бросилась домой, чтобы ласить. А вечером вдруг такая острая боль в правом боку скрутила, аж дышать больно, рвота, температура. Мамочка, мамочка, что со мной? Я умираю. Вызвали скорую, увезли в больницу и прооперировали. Когда очнулась после наркоза, узнала, что вырезали аппендицин. И вот лежу я такая страдалица, лицо измождённое, губки покусанные, вся в белом. Белые сорочки с рюшами, как у невесты под белой простынёй. И горько-горько рыдаю. Кто я? Я это или Людочка? Прошло немало лет с тех пор, но нет-нет, докольнёт меня мысль. Свою ли жизнь я проживаю? А может быть, Людочкину? В 2001 году, в дни своей бурной молодости, я работал барменом в небольшом ресторанчике в центре города. Работа, что называется, была не пыльной, да и график меня более чем устраивал, так как в то время я ещё учился в юридическом колледже. Коллектив подобрался замечательно, и в скором времени все работники очень сдружились. И как во всех коллективах, у нас был свой лидер. Это была девушка по имени Наташа. Среди нас, зелёной молодёжи, почти все ребята были либо студентами, либо их возраст не превышал 23 лет, Наташа. Была старше всех по возрасту, на вид ей было примерно лет 30, но её точный возраст никто из нас не знал. Очень красивая, рыжеволосая, стройная девушка с синими, да-да, именно с синими глазами. Она могла бы с лёгкостью сделать успешную карьеру модели или телеведущей, но Наташа не была карьеристкой. Наоборот, её скромности можно было только удивляться. К ней по какой-то необъяснимой причине тянулись все в ресторане, хозяин и тот испытывал к ней уважение и трепет. Он, так как оказалось, и переманил её в наш ресторан из какого-то другого заведения, где был восхищён её красотой и уровнем обслуживания. Но Наташа наотрез отказалась занять должность администратора и работала обычной официанткой, наряду с остальными носилась подносами и обслуживала гостей заведения. Её профессионализм и работоспособность просто восхищали. Это и неудивительно, ведь по её словам, у неё за плечами имелся достаточно богатый опыт работы в ресторанах. Несмотря на свою внешность, девушка была скромная, очень отзывчивая и всегда старалась помочь каждому, кому требовалась помощь или совет. Но, как ни странно, Наташа никогда не ходила с нами после напряжённой работы куда-нибудь расслабиться, будь то поход в ночной клуб или просто прогулка по ночному городу. Она всегда то ссылалась на усталость, то находила какую-нибудь другую причину отбиться от коллектива и уехать домой. Так прошло два года с небольшим, и вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучала новость, что ресторан закрывается, так как хозяин помещения в срочном порядке решил продать его под фитнес-центр. В последний день нашей работы мы с коллективом решили пойти вечером куда-нибудь посидеть и погрустить о днях, проведённых букв. И неожиданно для всех Наташа предложила поехать к ней домой и устроить там прочальную вечеринку. Приехав по нужному адресу и войдя в маленькую однокомнатную квартиру, мы очень удивились ветхой и унылой обстановке, царившей вокруг. Разложив на столе явство, нам захотелось расспросить хозяйку квартиры о её жизни поподробнее. Наташа с явной неохотой поведала нам, что живёт одна в этой квартире и что когда-то она была замужем, но с мужем не сложилось и что у неё есть дочь. Но она живёт с отцом где-то далеко и они почти не общаются, а на наш вопрос, сколько же ей всё-таки лет, она в шутку сказала, сколько хотите, столько и думайте. И мы все в тот момент заметили, как её глаза блеснули загадочным синим огоньком, после чего Наташе удалось перевести разговор на другую тему и прекратить дальнейшие расспросы. Со временем наши пути разошлись, каждый из нас стал жить своей жизнью и постепенно общение между бывшими коллегами сошло на нет, так прошло 8 лет. А моим лучшим другом стал однокурсник Валерка, с которым мы подружились ещё в колледже. После окончания учёбы Валерка устроился работать в прокуратуру и стал Валерием Павловичем, но это только для посторонних. И вот в один прекрасный день, когда мы сидели у него в гостях за бутылочкой виски, Валерка обмолвился, что, мол, у него есть в компьютере обширная база данных почти на каждого человека в нашем городе. И тут мне в голову пришла шальная мысль ради интереса набрать некоторые филы и глянуть на прокурорское досье. После просмотра информации на интересующих меня лиц, я стал вспоминать имена и фамилии своих бывших коллег по ресторану. Постепенно очередь дошла до той самой официантки Наташи, но когда Валерка ввёл её данные, он вдруг замолчал и, повернувшись ко мне, удивлённо спросил, правильно ли я назвал её имя и фамилию, на что я клятвенно заверил его, что никакой ошибки быть не может. Так как фамилия у Наташи была прибалтийская и достаточно редкая, но я её хорошо запомнил, поскольку часто видел в зарплатных ведомостях в ресторане. Да и высветившийся адрес прописки был верным. На мой вопрос, что его так удивило, Валерка произнёс, а ты на дату рождения глянь, в графе дата рождения стоял 1896 год. В полном недоумении я спросил у друга, а не может быть ошибки в базе данных, на что Валерка уверил меня, что вероятность ошибки одна на миллиард. Ничто подобная ошибка давно бы уже выявилась, после чего, заглянув в графу «Дети», мы увидели запись о дочери 1921 года рождения и адрес её проживания – Литва, город Вильнюс. На следующий день меня разбудил утренний звонок на мобильник. Звонил Валерка и взволнованным голосом попросил меня срочно приехать к нему на работу. Каково же было моё удивление, когда я, зайдя в кабинет друга, увидел сидящую за столом рыжеволосую девушку с синими глазами. Это была Наташа. Валерка встала за стола и со словами «Ну вы пообщайтесь, а я попозже приду». Вышел из кабинета и оставил нас один на один с моей бывшей коллегой. Приглядевшись, я заметил, что несмотря на прошедшие 8 лет с момента нашей последней встречи, Наташа нисколько не изменилась. Увидев мои удивленные глаза, она начала свой рассказ, который я ей передаю почти с документальной точностью. В 1920 году Наташа жила в Литве в маленьком селе под Вильнюсом. Семья была большой и многодетной. Родители с утра до вечера работали в поле и дети, их было пятеро, оставались под присмотром старшей сестры, коей была Наташа. Девушка обладала необыкновенной красотой и от женихов, что называется, не было отбоя. Но несмотря на внимание противоположного пола, Наташа не торопилась выходить замуж, и все кавалеры терпели фиаско в попытке завоевать сердце неприступной девушки. Но однажды к ним в село приехал молодой учитель и поселился в одной из сдаваемых комнат в Наташином доме. Между молодыми людьми вспыхнула любовь, но как они не старались скрыть свои чувства, вскоре все жители села узнали об их отношениях. Спустя всего несколько месяцев Наташа забеременела и молодые люди сыграли свадьбу. И вот наконец-то наступило время родов, так как до ближайшей больницы было много километров, а схватки начались неожиданно, решено было позвать старую поветунку. Гретту, которая при помощи заговоров и различных трав умела лечить разные хвори, а заодно и выполняла роли кушерки. Старая ведьма, зайдя в комнату, увидела на кровати девушку и грозным голосом приказала всем немедленно убираться вон. В тусклом свете керосиновой лампы Гретта подошла к кровати и начала произносить какие-то заклинания. Девушка постепенно успокоилась, перестала стонать и чувствовать боль внутри живота. Старуха сказала, что все будет хорошо. После этих слов схватки ненадолго усилились, и Наташа родила. Родила двух прелестных голубоглазых девчушек. Но одна из них громко оголосила помещение своим плачем, а вторая едва подавала признаки жизни. Малитуха взяла на руки чуть шевелившегося младенца и обратилась к роженице. Отдай мне это дитя, она не выживет, если останется у тебя. А я поставлю ее на ноги и сумею вырвать ее душу из лап смерти. А взамен я дам тебе то, о чем можно только мечтать. Отдай мне ее, прошу тебя. Девушка в полубреду едва кивнула головой в знак согласия. Наташа пришла в себя только на следующий день и сразу попросила родных принести ей детей. Ей не терпелось прижать своих малышек к груди, на что родственники и муж сказали ей, что вторая малышка, к сожалению, умерла. В тайну той страшной ночи Наташа решила никому и никогда не рассказывать. Жизнь потекла своим чередом, только вот она стала замечать, Но постепенно все вокруг нее старели и умирали, а она оставалась все такой же молодой и красивой. Это и был дар старой повитухи Гретте. И вот теперь, сменив уже несколько адресов и помотавшись по стране, Наташа, красивая и вечно молодая, ведет скрытую и одинокую жизнь. Не смея рассказать страшную тайну, которую будет хранить вечно.